Да, насчет запрета есть определенные виды жира, и насчет запрета есть кровь. Вот смотрите, интересно. 7 глава Левит, 23 стих. «И скажи, сынам Израиля, следующее. Никакого жира, бычьего, бараньего и козьего не ешьте». Очень интересно, да? Оказывается, коза, она кошарное животное? А жир козьего нельзя есть. Баранко-жарное животное? Нельзя есть. Быкко-жарное животное? Нельзя есть жир. А почему? Вот видите, вот если продавали раньше жиры, да, ховяжий жир, да, сведой жир, помните? И так далее. Может, сейчас продают, я их сейчас просто не ем. Вот. То, оказывается, есть их нельзя. Потому что это тугоплавкие жиры. Тугоплавные жирные кислоты, да, они очень вредны, оказывается. В Израиле проводили расследование, значит, исследование, если человек 20 грамм всего лишь вот такого тугоплавкого жира употребляет в течение где-то 10 и более лет, у него несколько раз увеличивается возможность заболеть раком желудка или кишечника. Удивительно, видите, как за рак. А какой жир используют евреи? Ну, естественно, растительное масло, это понятно. А какой еще жир? Куриный, гусиный, правда? Куриный, гусиный и так далее. Ну, сказано, никакого жира, бычего, бараньего и козьего. Ну, тряной жир, тем более, есть нельзя, да? Значит, левит 7,23. Это тугоплавкие. Кстати, свиной жир не обладает таким отрицательным канцерогенным действием. Но свинина запрещена евреевимой пищей по-другому, по другим принципам. И 24 стих говорит, жир падали больного животного, можно употреблять на различные нужды, но есть его нельзя. И еще есть вот интересное, значит, место, когда от мирной жертвы, да, грудина поднималась и опускалась и размахивалась. И вот терама, да, трума, это слово поднимать. Грудину поднимали и опускали. И размахивать. Ле-га-ниф. И называлось это тнуфна. Трума и тнуфа. В общем, получалось наф-наф и ниф-ниф. Поняли, откуда наф-наф и ниф-ниф взялись? Хорошо. Ну, это так, в качестве разрядки. Продолжаем. Жертвы повинности. Итак, жертвы повинности. Следующая разновидность жертвы повинности, это повинная жертва за воровство. Вы знаете, что вор, он должен был оплатить, да, плюс еще добавить пятую часть. И какую принести? Жертву повинности за воровство. Поэтому невыгодно было воровать. Следующая, повинная жертва за получение выгоды от священного предмета, принадлежащего храму. Для использования личной выгоды камня из здания храма, дерево пожертвовано, сожжение на жертву и потребление пищи части жертвы, которая должна была сожжена или отдана когена и так далее. Повинная жертва еще за получение выгоды какой-то от предмета, принадлежащего храму. Помните вот такую историю, когда Давид бежал от своего тестя, да, и он остановился там в городе священников, и им очень хотелось кушать. А священники как раз там ели из принадлежащего храму, да? И что сделал Давид? Взял этот хлеб и ел. Да, еще говорит, что он не виновен, ни Давид, ни священники в этом не виновны, потому что есть такое понятие пикоахнафеш. Да? Если что-либо угрожает жизни человека, то можно нарушить все заповеди, кроме трех. Помните, самых страшных, главных заповедей. Вот, но с точки зрения закона, что нужно было сделать потом Давиду? Победил камнями? Он должен был принести эту жертву, да, за то, что он пользовался принадлежащим храму. То есть, все случаи предусмотрены. Все случаи предусмотрены. Еще три типа жертвы Ашам. Значит, во экране, девятнадцатая глава, с двадцатого по двадцатый стих. Человек согрешивший с полурабыней, предназначенный жены другому. Помните? Если у него не свободная женщина, если сон спасился, изнасиловал свободную женщину, что ему нужно было делать? Побить его камнями, да? Ну, что, что, что нужно было? Жениться. Это жениться, если они согрешили, да, молодые люди, где-то там, да? Но подобровольной. Но если она была предназначена в другом, в жены, то уже все. Хорошо. Значит, человек согрешивший с полурабыней, во экран. Это исход, девятнадцатая глава, двадцатый, двадцатый стих. Следующая разновидность, тоже относится к нашаму, это от Назира. От Назира до Бемидбар, это чисел, да, шестая глава. Я сейчас не буду подробно все это говорить, потому что никакой плоти не выдержит. И от прокаженного, во экран, да, исход, четырнадцатая глава, с двенадцатого по семнадцатый стих. Так. Хорошо. И последний хип Ашама, это висячий Ашам. Да. Висячий Ашам. Висячий Ашам, это человек не знает, согрешил он или не согрешил. Съел некошерный кусок мяса. Но если я знаю, что некошерный кусок мяса, это одно дело. А если я не знаю, кошерный он или не кошерный, да? А не знаю, согрешил я или не согрешил. Вот. Как бы, вроде бы, и не надо грех приносить. А вдруг все-таки надо, да? Вот. И даже если вероятность невелика, например, человек, закупивший банки с консервированным тунцом, услышал, что некоторые банки из той же партии были испорченными и есть опасность получить пищевое отравление. И пусть вероятность этого невелика, но следует без колебаний выбросить все консервы, несмотря на потраченные деньги, чтобы не рисковать по напрасному здоровью. А я, один мой там знакомый сантехник, рассказывал мне, один человек там питался в ресторане, да, говорит, а он там смотрел, что их как-то видел. Это, значит, идет, это подает, который в ресторане, да, официантка, что-то он там ей не угодил, она так плюнула, и у блюда, ну, так, чтобы он не видел. И подала, а он видел там со стороны кухни, что она плюет в блюдо, которое подает. Так что надо точно, не знаешь, чей плевок ты там скушал, понимаете? В таком случае, если вы покупаете колбасу, содержащую неизвестные ингредиенты, вам нужно совершить такое жертвопродушение. Вы понимаете, если есть идет вопрос о жизни и смерти, это одно, да? Да, если вы по глупости сами ставите себе такое положение, фактически жертва Ашама, ведь это жертва за человеческую глупость, если можно так сказать. Правда? Вот. Ну, вы видите, так же и от Назира дается жертва. Почему? Назир же вроде бы для Бога служит, да? И само Назирество есть посвящение Богу. Но так как Назир отказывается от того, что Бог разрешает людям, он все равно совершает определенную жертву, да? За то, что он так вот отказался от данного Бога. Ну, есть у меня еще много таких вещей. Вот в случае говорят, никогда не давай поспешных клятв, даже если, правда, за тобой. Да? Вот. То есть, бывают такие случаи. Одна женщина пошла к соседке замесить тесто. Прежде чем начала месить, она сняла платье три динара, которые у нее были с собой, завидала в платок и положила сверху. А когда они месились, минеты выкатились из платка и запеклись в клебе. И когда женщина заметила, что деньги исчезли, та спросила соседку, не видела ли моих трех динаров? А с такой клятвой, осемяясь очистить себя от своих подозрений, сосед сказала, пусть младший из моих сыновей умрет, если я дотронулась до твоих денег. А деньги попали в случайное тесто и были запищены, да? Когда небесный суд рассмотрел ее дело и нашел, что она не была безгрешной в этом вопросе, было решено, что из-за ее клятвы младший сын умрет. Женщина, деньги которой провали, подумала, она должна быть виновна кражей моих денег, и поэтому ее сын умер. На следующий день ее муж спросил, почему ты не пойдешь утешить соседку? Тогда она взяла две буханки хлеба, пошла к соседке, чтобы разделить с ней утешительную трапезу, разломили хлеб, из нее выкатились три монеты. Вот так. Видите, как получается. Не давайте никогда поспешных клятвам. Мы не знаем, как это отзывется. Как я сказал, что он взял идол, а потом умрел. Да, вот точно было с правоцом Якова и Рахель, точно такой же случай. Вот. И поэтому за любую такую необдуманную вещь, за глупость человеческую, да, вот есть эта жертва Ашам. Ну, тут есть повинные жертвы в виде за злоупотребление святынями, за грех по неведению и так далее. Я сейчас буду в подробности все это не буду говорить. Ну, видите, Ешуа и этот орех прощает. Но я вам скажу, что есть еще жертвы, которые мы приносим, но не физического смысла, а духовные жертвы. Или жертвы в свое время, правда? Жертва дух сокрушенный, жертва общительности. То есть, я вам скажу, что Новый Завет, он не отрицает самопонимание жертвы и жертвенности, да, и то, что мы совершаем. Ну, хотя, каждый из этих жертв указывает на Ешуа и Мессию, это не значит, что мы не должны ничего жертвовать. Да, жизнь наша должна быть какой? Жертвенной, да? Жизнь наша должна быть жертвенной. Из-за всяких грехов надо своевременно каяться, и даже из-за грехи, которые совершены по глупости или каким-то неосторожным словом. Сейчас мы поговорим об одеждах священников, во-первых, священников. Если я не закончу эту тему, эта тема довольно большая, может быть, мы выкроем еще где-то пару часов времени. Да, одежда. Хотите, сегодня до пяти позанимаемся, как раз успеем. Давайте. Хорошо. Ура. Итак, одежда теперь. Одежда. «Несмотря на сосуд, а на то, что в нем находится», – сказал в Талмуде от имени Раби Меира. «Но Торо уделяет внимание внешности человека, в частности, его одежде, и не только одежде священнослужителя. Арамбам, помните? М, Арамбам, Маймун, он пишет. «Платье ученого – это красивое и чистое платье. Недоспустимо, чтобы на его одежде было загрязнение или жирное пятно и тому подобное. Пусть не одевает он ни царского платья, как золотые или пурпурные одеяния, вызывающие всеобщее внимание, не платье нищих, унижающее того, кто его надевает. Но его одежды должны быть обычными и красивыми». Итак, если человек учит Торо или верующие, мы говорим об одеждах, которые приличны святым. И некоторые думают, что святым прилично черная одежда, темные платки, какие-то балахоны. До пяток, правда? Но в действительности нужно одеваться в культуре своей, так, чтобы не вызывать ни слишком богатые, роскошные, ни чем-то отличающиеся одежды к себе внимание. Любое внимание, как положительное, так и отрицательное, оно недопустимо. То есть нормальная одежда, она должна быть приличной и не должна вызывать на себя большого внимания. Не надо одеваться слишком роскошно, но и нельзя одеваться хуже. Чем другие. Ни царского платья, ни пурпурных одеяний, ни платья нищих. Одежды должны быть обычными и красивыми. Тело не должно просвечивать сквозь покровы, такие, как легчайшие льняные одежды, которые выделывают в Египте. Ну, сейчас тоже всякие тонкие одежды, соседочки всякие. Вот, есть, значит, ну, сейчас арабские танцовщицы также тоже одеваются, как и в Египте. Одеваясь, помните? То есть это недопустимо. Одежды, они должны волочиться по земле, как одеяния высокомерных. И пусть не одевает он многократно латаную обувь в летнее время, но в сезон дождей можно, если он беден. Это интересно. Оказывается, в хорошую погоду я должен носить не дырявые сапоги, а в плохую я должен надеть дырявые. По рамбалу, да? Ну, латаная, хорошо. В общем, короче говоря, если одежда может загрязниться, то, допустимо, более худшая одежда, да? Ну, опять-таки, латаная, не дырявая. Совершенно верно. И в своде еврейских законов Шульхана Рух тоже есть целый раздел, посвященный одежде. И в Талмуде приводится мнение, что человек должен заботиться о своей одежде больше, чем о питании и жилище. Больше, чем о питании и жилище. Значит, одежда называется багет, или одеваться лильбош, лаваш одежда, да? Лильбош. Вот слово буш означает позор. Буш, я не имею в виду, что же буша. Буш означает позор. Ле бош. Ле бош. Одежда для кого? Для головы, да? Для позорного. Мент позорный, да. Лильбош. Это инфинитив. Одеваться, да? Лильбош. Одеваться. И еще слово. Одежда бэгэд. И мы видим слово какое? Гад. Гад. Счастливчик. Удачный, да? Вот. Смотрите. Слово джигит, да, мы говорили. Слово джигит. Это кто? Такой сильный человек, да. Молодой, красивый, сильный, с кинжалом. Джигит. А что такое джигит? Й. Да. Юда, джид, жид. Гид. Счастливый, счастливый, жид. Будет джигит. Да. Ю и гэт. То есть счастливые боги. И мы говорили, что слово гад, а есть гита, соответствующее имя, да? И отсюда, возможно, имя Гитлер происходит. Гитлер. То есть, в общем-то, счастливчик, но... Вы знаете, что Богу было тоже план по отношению Гитлера? Ну, что делать? Каждый человек выполагает то, что... И слово «эрам» голый и ногой, и «арум», они пишутся совершенно одинаковые, хитрые, коварные и лукавые. Мы уже говорили, что произошло с Адамом и Евой. Значит, еврейские мистики утверждают, что одеяние души в потустороннем мире – это ее добрые деяния в земной жизни. Поэтому под одеждой в Торе иногда иносказательно понимаются поступки человека. Грязные одежды – это недостойные и злые поступки. А чистые одежды – это благодеяние. И Соломон в книге «Экклезиаз» говорит, всегда пусть одежды твои будут белы. Красные одежды – Тора связывает с грехом и кровопролитием. И помните, в Новом Завете тоже есть о чистых одеждах говорится, да, о красных, от крови одеждах и о грязных одеждах. Некто явился на грязной одежде, на свадьбу жениха, есть такая притча, сказал Иешуа. И что? Это небрежное отношение к Господу и к Его заповедям. Видите, он вроде бы попал на царский пир, но это небрежное отношение к Господу и к Его заповедям, и он был удален из царского пира. Да, он хотел попасть правильно на своих условиях. Так, надежды священнические, исход, 28 глава. «Приблись к себе Аарона, брата твоего, и с ним его сыновей, да, из среды сына Израиля, 28 глава, исход, для служения мне». И дальше говорится второй стих. «Сделай священные одежды для Аарона, брата твоего, чтобы все почитали его и восхищались великолепием его облика». Очень интересно. Я вам хочу потом, как вот создаются образы, имиджи вождей, и в частности, как создали образ Буша для его повторного избрания на президентство. Это из сериала «Как искусство сотворило мир». То есть, действительно, нужно создать образ человека, которого будут смотреть и восхищаться, да? Народ будет смотреть и восхищаться. Вот такой образ должен был представлять собой Аарон. И вы знаете, что это не потому, что Аарон был такой хороший, такой красивый, что люди должны были их восхищаться, да? Это был приказ Бога. «Ох, одеть его так, чтобы люди им восхищались». Так же, как Маше был скромнейший из людей. Но он написал себе «А Маше был скромнейший из всех людей». Вот так и Аарон. А Бог его сделал, чтобы все им восхищались. Видите, какая цель одежды? Чтобы все почитали его, уважали, значит, восхищались великолепием его обликом. «И обратись ко всем мудрым сердцем, тем, кого наполнил я духом мудрости, и сделают они одежды Аарону, освящающие его для служения мне». То есть, мы можем в одеждах оскверняться, и мы можем в одеждах что? Освящаться. В зависимости от того, какие будут одежды. И вот одежды, которые они сделают. Перечисляем. «Хошен» – раз. «Эфот» – два. «Да, хошен». «На грудник хошен». Мы будем говорить об этом. «Эфот» – фартук. «Мантия». «Клечетый хитон». «Тюрбан» и «пояс». Сколько? Шесть. «Хошен» – раз. «Эфот» – два. «Мантия» – три. «Клечетый хитон» – четыре. «Тюрбан» – пять. И «пояс» – шесть. Да? Хорошо. И возьмут, в пятом стихе, золотые нити, голубую – шесть, багреницу, червеницу, лен. Мы видим, что употреблялись те же самые материалы, как и для чего? Для изготовления скини. Да. «Тюрбан» и последнее, что мы говорили? Да. И «пояс». «Хошен» – нагрудник. «Хошен» – нагрудник. Слово «перси» в груди. «Перси». «Прекрасные перси, дамы». «Персты» – это немножко другое. Хорошо. Здесь употреблены надежды для «кавод» – честь, уважение, слава, почет. И слово «пэээр». «Пэээр» – «кавод» – это уважение. Да? А слово «пэээр» означает украшать, прославлять, славить. Так. «Пэээр». Видите, а слово «пар» – множественная вода при – плоды. Плоды. Поэтому слово «пэээр» означает украшать, прославлять, славить, а также собирать до последнего плода с фруктового дерева. То есть, задача первосвященника – это служение не просто неопределенному множеству народов, но каждому человеку в отдельности, чтобы каждый человек получал прощение грехов до последнего человека. Да? Плоды с деревьев должны собираться полностью. Несорванные плоды погибают. И если кто-то будет остаться без сливания священника, он что делает? Погибает. Так. Какие же люди участвовали в изготовлении? «Эль-коль-хахмей-лев». Как будет мудрость? Хохма. Да? Хохма. Хохма. Мудрость. А мудры? Хахам. Хахам, да. Хахам. Почему мы знаем, где какое «к» ставить? Ну, есть у нас «ха» и «ха». Да? Хахам. А почему первое «ха» такое стоит, а второе такое? Да. Если бы здесь стояло такое «ка», читалось бы «ка». Значит, обязательно «ха» стоит второе. А второе, берем профилактическое слово. Мудрец по-арабски «хаким». Да? Хаким. Значит, это «ха-хам». Хаким, да? Итак, они должны «эль-коль-хахмей-лев». Хохмачи быть. Они должны быть всех хохмачи. И они должны «лэ-малэ», опять мы говорили это слово, быть исполнены. А духом премудрости это будет «ру-хахма». «Ру-хахма». Оказывается, дух премудрости, дух Божий, еще он великий хохмач. «Ру-хахма». Духом премудрости. Духом премудрости. Они должны быть мудрыми сердцем. Есть мудрый умом, но этого недостаточно. Надо быть еще какими? Мудрыми сердцем. Итак, первая часть одежды первосвященника – нагрудник. Эфот. Что-то у нас сначала, да. Хошен. Хошен. А здесь у меня эфот. Эфот вначале описан. Давайте эфот сначала, хорошо. Эфот из нитей золотых, из нитей голубых, 28-6 стих. И багреницы, и червеницы, и длинных нитей, скрученных вместе. Так? Две лямки, соединяющие обе стороны, должны быть у него. И будут они пришиты к эфоду. Слово эйфот в ашкинастском произношении эйфот. От слова «афат» – припоясываться, подпоясываться. Вот что такое эфот? Эфот – это такой фартух. Афат – эйфот. Эйфот. Смотрите, какой фартух. Уже еще такие фартухи. Только он одевался наоборот. Вот это сзади. А это спереди, получается. А вот это, видите, похоже на калькулятор. Это хошен. Хошен крепился на эйфоде. Поэтому здесь эйфот, видимо, раньше описан. Значит, эйфот – это что? Фартух такой. Фартух только наоборот. А спереди крепился хошен. Как бы задом наперед одетый фартух. Так. И видите, слово «афат» – это подпоясывать, припоясывать. А также слово «фадда» – «искуплять», «освобождать» и «спасать». Вот. Также, видите, есть такое испанское слово «фидель». «Фидеверне». Да, «фидель» имя. Кстати, знаете, что «фидель Кастро» – он имеет еврейские корни. «Кастро» – это ревнистическая фамилия испанская. Так же, как я вам говорил, Дарданьян, да? Который был кем? Мораном. Мораном. И так же наш Рабинович, который называется Дед Дерибас, да? Насчет решили я не знаю, но все может быть. Хорошо. И он был из трех цветов. Значит, голубой цвет символизирует невестного отца. Так. Пурпурный – это царь царей. И червеных – это, значит, и красный цвет. Да, это цвет крови. Это цена крови искупления. Значит, символизирует, да, Ишуа – Мессия и небесного отца. Небесный отец – голубой цвет. Царь царей – пурпурный. И красный – это искупительная кровь Ишуа – Мессия. Он отдал свою жизнь и свою кровь, и поэтому мы имеем спасение. Также там был поясок, лента. Были определенные нарамники. Нарамники или в другом переводе приспособления на плечах. Нарамник назывался коттефот. Однокоренные слова – китфа, эпалет. Значит, священник одевал передник, да, если он сзади. Это такой передник был. Вот, если он стоял спереди, так, вот сюда приходили эти, и здесь была пластиночка. Мы потом будем говорить, нагрудник, да? Вот, вот такая была одежда первого священника. А вот здесь были эпалеты. И здесь сияющие камни. Ну, а тут сам священник в тюрбане. Вот так он выглядел, да? Коттефот. На что это у вас напоминает? Коттефоты, да? Знаете, такие есть. Даже вот некоторые молодежь тоже сейчас одевают одежду с такими свечащимися всякими штучками. Да, вот эти эпалеты, свечащиеся. Коттефот. 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 От слова Коттеф плечо, а также Китеф нести на плече. И они должны быть соединены из двух половинок. Хаверот. Да? Хавер, мы знаем что? Слово соединять. И они должны были иметь с двух сторон. Кецатау, Шеней, Эль. От слова Каца, край границы, и слово Резать. Значит, Эфот. И в камнях Эфода. Два оникса. Вырежь на них имена сынов Израиля. 28,9. Это стих. Шесть из их имен на одном камне, шесть остальных имен на камне втором. Так как делает речник по камню, вырезая буквы на печати. Стало быть, эти имена, они должны быть не вогнутые, да, а выпуклые. Как на печати. Как на печати. Вырежь на обоих камнях имена сынов Израиля и помести каждую золотую оправу. Итак, видите, у него был Катефот и эти камни. Эвен – камень. Шахам – оникс. Шахам – ассоциируется с словом Шем. Имя. Имя. Со словом имя. И мы в руках Всевышнего, мы, Он носит нас на плечах. И мы, как вот на этих камнях, запечатлены. Некоторые переводят неправильно. Мы не запечатаны Святым Духом. Мы запечатлены. То есть, слово поставлено на что? Печать. Да, оттиск. На нас оттиск Духа Святого. И помните, я говорю, как делали печати, да, каменные печати есть, до сих пор находят. Или печати вот на... Да, и делают изображение не втянутое, а какое? Выпуклое изображение. Но если впечатывается, оно впечатывается внутрь. То есть, мы написаны в книгу жизни, и что сделаны? Запечатаны. Запечатаны. И сделают золотые оправы. Оправы от слова «савав» – ходить вокруг, загородить. И мы действительно запечатаны, да, и ограждены золотом. И для памяти. Они называются «камни на память». Авне зикарон. Зикарон, вы помните, память. А также Захар помнить и особь мужского пола. Заха. Быть оправданным, праведным. Зах прозрачный, чистый, невинный. Зе худ – это правило, привилегия, оправдание. Зе худ – записывайте слово. Зе худ – правило, привилегия, оправдание. Если вы откроете свой учебник иврита, вот такие синенькие книжечки, которые я вам давал, шиат и иврит. Вы там на одном, значит, найдете, там написано «коль схует шморот». Зе худ, да, а множественно «зхуйот». По-русски языке девочек, хорошо, да. Приехали евреи в Израиль и говорят, как тут у нас права называется по-еврейски. Зхуйот. Ну, у нас, говорит, в Советском Союзе тоже так, например, означает. Хорошо. Заха, да, Заха. Быть чистым, оправданным, праведным, да. Зе худ – правило, привилегия, оправдание. То есть, он несет на себе, на плечах наших, первосвященник, и в данном случае, первосвященник Ишуа, потому что то, что одевался первосвященник, есть прообраз, да. И что он несет? Наши оправдания. Мы запечатлены. Пишите, пишите мессианское. А то я вижу, что вы уже расслабились. Он несет наше оправдание. Мы запечатлены Духом Святым, да. И он несет на плечах, употреблено старое славянское выражение, на раменах, да. Чтобы вы поняли, на раменах – это не значит на ремнях, да. А на плечах. А на плечах. А то некоторые думают, что надо уже пояса делать священникам. Пасторам. Черный пояс, пасторам. Красный пояс, пасторам. Да, мы запечатлены Духом Святым, да. И эти печати, они кружены с всех сторон, совив золотом. И мы действительно запечатаны и окружены еще мессией. Он несет нас на плечах. И мы имеем оправдание, да. И привилегия. Привилегия, право, правило, которое имеется особое. И два шнурка из чистого золота, витыми, их сделай подобно канату, и прикрепишь эти витые шнурки к оправам. И шнурки сделай из золота, и прикрепишь эти шнурки к оправам. Да, типа цепочкой или шнурковых. О, вот откуда, товарищи, аксельбанты, оказывается, идут. А Ронан первый с эпалетами, да. Да. Да, но здесь вот так, видите, они соединены друг с другом, да. Цепочкой, да, соединены. Аксельбанты, получается, да. Аксельбант. Два шнурка, витыми, сделай подобно канату, прикрепишь эти витые шнурки к оправам. То есть это нечто подобное эпалетам и аксельбантам. Значит, употреблено слово цепочка, шар-шерет. 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 Шар-шерет – это цепочка. Шар-ше-рет. Шара-шара. Помните, мы их утром разбирали, да? Да. Шар-шерет – цепочка. А слово шершур – соединение. Шара – цепочка. Шара – погружаться, пропитывать. Шар-шар – сохранять, поддерживать. А также имеет связь со словом песни «шир», да? И я-шар – честность, прямота. Я-шар – честность и прямота. Как назван Израиль? Я-шурун, да? Помните? Я-шурун – это превосходная степень. Слово я-шар. Я-шурун. Прямой. Очень прямой. А кривизна и ложь – как будет? Акев. Помните? Да. Акев. Вот Яков тоже слухал. Да. Хорошо. Следующее. Хошен. Хошен – это нагрудник. Это была пластина прямоугольной формы, да? И там были три ряда по четыре камня. Сейчас. Или четыре ряда по три камня. Сейчас я вам изображение найду. Да. Вот. Видите? Значит, вертикально, да? Горизонтально. Три. Вертикально. Четыре. Так? Вот. Значит, три и четыре помноженные – это сколько получается? Двенадцать камней. Двенадцать камней. Слово Хошен, слово Хошен в современном иврите означает бронежилет. Нагрудник и бронежилет. Вот она, оказывается, та броня праведности, да? О которой говорит апостол Павел. Значит, на значениях нагрудника Хошен. Хошен. Смотрите. Это то же самое, как слово Нэ-Хаш, написанное наоборот. Да? Вот если мы переставляем. Буквы Хошен, Нэ-Хаш. Нэ-Хаш мы, помните, говорили. Хитрый, грех, да? Колдовство. Здесь Хошен предохраняет от чего? Да, защищает. Помните, если стрелы лукавого, да? Предохраняет от стрел змея. От стрел лукавого. Хорошо. Камни. Камни были. Значит, драгоценные камни. Ставь, миле, тоже с корня наполнять. И были ряды. Турим. 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 Ряды. Тур – это ряд, колонна. Тор – это очередь. Тор – это очередь в современной юрите. Вот эти драгоценные камни. Значит, первый ряд, как у евреев читается, отсюда, сюда и сюда, да? Это Реувен – рубин. Топаз – второй камень – шимон. Третий камень – изумруд – левий. Четвертый камень – карбункул – егуда. Так, значит, второй. Первый ряд – три камня. Рубин – реввен, топаз – шимон, изумруд – левий. Второй ряд. Карбункул – егуда. Так, сафир – исахар. Алмаз – зевулон. Яхант – дан. Агат – нафтали. Так, следующий, четвертый. Третий ряд. Яхант – дан. Агат – нафтали. Аметист – гат. И четвертый. Хрисдалист – ашер. Оникс – йосиф. Яшма – биньямин. Успеем мы разобрать эти камни? Не успеем, да? Ну, хорошо. Я все-таки попрошу, чтобы у нас эта лекция продлилась какой-то день, да? Когда я, то есть, сейчас не буду у вас эти камни спрашивать. Я буду спрашивать только по тому материалу, который я изложил. Так? Ага. Сейчас я вам скажу. Так, хошен. Хошен, хошен на грудник, да? Сейчас сделаю для хошена шнурки витые. Двадцать восьмой, двадцать восьмая глава, ищите дальше. Колечик, хошен. Будет носить имя Аарон, имена сынов Израиля на хошене. Двадцать восьмое, двадцать... А, вот, вот. Двадцать восьмое, семнадцать. Рубин, топаз и зубрут. Первый ряд. Заметьте, двадцать... Мы именно по коленам играли. Исход, да. Ну, я же... Еще разочек, да. Да, делите вот такую. Да, получится вертикально у вас три. Три. А горизонтально у вас должно быть четыре. Хорошо. Я имена вам еще раз перечислю. И мы на этом остановимся. Я делаю закладку, но я не забываю, да? Что мы сейчас разберем. Первый ряд вверх, верхний ряд, три, да? Значит, только идет у нас как? Как евреи пишут, да? Вот если первый свечетик здесь стоит у вас перед вами, да? Рубин первый идет, здесь второй, третий, да. Четвертый, пятый, шестой. Там седьмой, восьмой, девятый и так далее. Итак, делаем три столбика и четыре горизонтальных ряда. Значит, Реувен, Рубин. Он так и называется. Видите? Реувен, Рубин. Второй. Тапас, Шимон. Тапас, Шимон. Третье. Изумруд, Леви. Изумруд, Леви. Изумруд, Леви. Так, теперь второй горизонтальный ряд. Карбункул, Ягуда. Карбункул, Ягуда. Сафир и Сахар. Сафир и Сахар. Так, Алмаз, Зевулон. Алмаз, Зевулон. Откуда-то одно из колен Израиля у Лукьяненко взялось, да? Ну, и что? Это их дело. А Хессер, это вообще, по-моему, из казахского или таджикского фольклора, да? Хессер, Хессер. А, он же из Алматы. Да, 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 я же забыл. Лукьяненко, Алматинец. Куда у него все, естественно, ТФС берется. Хорошо. Так, третий ряд. Яхант, Дан. Яхант, Дан. Так, это под Рубином идет. Рубин, ниже Карбункул, третий. Сафира, третий, Алмаз. Во втором ряду. Все, по три в каждом ряду. Да, Алмаз, Зевулон. Мы говорили. Так, Яхант, Дан. Значит, третий ряд, да? Тоже справа налево. Яхант, Дан. Агат, Нафтали. Агат. Так, у моих ребяток, как Агат и Трикарат, да? Хорошо. Нафтали. Следующий. Аметист, это Гат. Аметист, Гат. И нижний ряд. Тоже три камня. Хризалит, Ашер. Оникс, Йосиф. И Яшма, Биньямин. Хорошо. Хризалит, Ашер. Оникс, Йосиф. Яшма, Биньямин. Все, делаем. Да, Яшма, Биньямин. Яшма, Биньямин.